Харе Кришна, дорогие девоты, студенты Академии Киртана, меня попросили прочитать для вас лекцию сегодня. Должен признаться, для меня это новая концепция. Я, можно сказать, такой традиционалист, приверженец традиционных взглядов, и ко мне, наверное, можно применить прилагательное «old school», приверженец старой школы. Но я никоим образом не хочу преуменьшить значимость усилий Академии Киртана. Просто так уж сложилось, что это первый раз для меня, когда я даю лекцию в учреждении под названием Академия Киртана, Когда я был, расскажу небольшую историю о себе, когда я был новым бактой, наверное, это было в 1973-м. Помню, как я сидел на полу с заместителем президента нашего храма, он сказал мне взять мридангу, я поднялся в храмовую комнату и спустился вместе с мридангой, он сказал, я хочу показать тебе, как играть на ней. Он повторил мантру, при этом играя на мриданге. Затем он сказал, запомнил? И я сказал, что я уже слышал эту мантру ранее, но никогда не применял ее на практике, и он повторил ее снова. Затем он передал мне мридангу, теперь ты. Я немножко спотыкаясь, повторил ту же мантру, и он очень терпеливо наблюдал за мной. Затем он увидел, что меня нужно было поправить. Он забрал мне мридангу и снова повторил эту мантру, играя на мриданге, и исправил при этом ошибку, которую я сделал как в мантре, так и в соответствующем бите на мриданге. Он спросил, понял ли я. И я сказал, да, думаю, понял. И затем он бросил мридангу аккуратно, уважительно, мне на колени и сказал, хорошо, теперь выводи группу харинам. Таким было мое обучение ведению киртенов. И я вышел на харинаму. Я вел харинаму. Не так много преданных было, может быть, около четырех или пяти. Вот так я научился. Все годы мы всегда выходили на харинаму в течение дня и приходили обратно вечером на Сундарарати. Пабхупада называл это сэндвичем, сэндвичем преданного служения, утренняя программа, воспевание в течение дня и вечерняя программа Сундарарати и лекция по Бхагавадгите. Во время Сундарарати, тот же преданный заместитель президента, строго говорил со строгим взглядом, возьми мридангу и следи за мной и повторяй. Я делал это каждый вечер, потому что у нас была Сундарарати каждый вечер. Таким было мое обучение игре на мриданге, и обучение игре на физгармонии было очень похожим, и меня научил тот же самый преданный, который выучил очень много мелодий от Вишнуджана Свами и поделился ими со мною. Как я сказал, я рассказал этот опыт ни в коем случае не для того, чтобы преуменьшить значение усилий Академии Киртана. Я очень уверен, что общение, которое у вас было в последние несколько недель, я видел список Киртани, которые уже тоже читали лекции, я удивился, в чем был смысл мне давать лекции, потому что я уверен, что вам уже дали все важные компоненты вашего обучения для того, чтобы обучиться искусству ведения Киртана. И тема, которую, на самом деле, тема, которую мне дали сегодня под названием «Избегание невнимательности во время воспевания», я так понял, что эта тема относится к ведущим Киртана. И я также понял, что, скорее всего, это был самый важный, эта тема была представлена как самая важная суть всего обучения Киртана. У меня создалось такое впечатление, потому что ведение Киртана, секрет ведения Киртана состоит в сознании ведущего Киртана. Если у ведущего Киртана нет правильного сознания, то, несомненно, это окажет влияние на тех, кто участвует в Киртане. И я так понимаю, что преданные осознают тот факт, что обучение ведению Киртанов, и я, опять же, я видел список тем и Киртани, и я понимаю, что, то есть преподаватели, я понимаю, что я видел, что очень большой акцент делался на правильное сознание во время ведения Киртана. Но если этого сознания не будет, то, или если этому правильному сознанию не будут обучать, то потенциальным результатом этого может быть, что Академия Киртана будет выпускать на свободу 40 новых Киртаней-артистов. И мне кажется, что в мире достаточно Киртани, которые считают, что должны развлекать аудиторию. Я бы не хотел, чтобы это было результатом усилий Академии Киртана. Мы хотим, чтобы преданные, мы хотим таких преданных, которые заинтересованы тем, чтобы обучать других тому, как служить в святовом имени. Это суть наставлений, ответственность выполнять которой падает на головы ведущих Киртана. И ведущий Киртана не учит этому наставлениями, но он учит этому тем, что сам принимает эту ответственность на себя, осознавая, что она была возложена на него, когда вы попросили вести Киртан. Это небольшое введение, я также хотел сказать, в рамках этого введения. Я надеюсь, что вы сможете простить меня. Я провел в самоизоляции уже практически полтора года. И один из результатов, которым это привело, это то, что я стал своего рода нон-конформистом. И быть нон-конформистом значит, что если кто-то пытается наложить на меня какое-то расписание, то на меня это не производит большого влияния. Я следую собственному расписанию, и я буду говорить, обращаться ко всем вам сегодня вечером. И когда я почувствую, что сказал то, что хотел, сколько бы это ни заняло времени, будь то 15 минут, будь то 20 минут, будь то полчаса, или как бы то ни было долго, когда я закончу свое послание, я попрошу ваших благословений покинуть ваше общество и позволю вам продолжить в соответствии с расписанием, который ваш учитель или фасилитатор, скорее сказать, не только учитель, но и фасилитатор. В этой Киртан-академии много учителей. Так вот, я позволю фасилитатору вашему решить, что вы будете делать дальше. Как я сказал, будучи нон-конформистом, я следую своему собственному расписанию. Когда я почувствую, что уже сказал то, что хотел, передал свое послание, я завершу на этом. Хотя я слышал, что есть определенное расписание для человека, который был заключен в одном месте за полтора года. Расписание не очень много, значит, и человеку, который был прикован к монитору и камере, которые привели к острым проявлениям зум-непереносимости. Я очень надеюсь, что когда я возобновлю, здесь игра слов на английском, возобновлюсь, значит, резум. Это слово, не буду его употреблять, но оно слишком напоминает слово «зум». Так вот, когда я снова буду путешествовать, надеюсь, что не увижу экран и камеру достаточно продолжительное время. Так или иначе, будучи конформистом, которым я стал, я надеюсь, что вы сможете понять, что я не буду следовать никакому расписанию сегодня. Это то, что я хотел сказать в рамках моего введения. Очень интересно, что совсем недавно меня попросили в начале этой недели, мой духовный брат попросил меня прочитать книгу, проверить его книгу перед публикацией, и он объяснил мне, почему он спрашивал об этом, и он также попросил меня поделиться тем, что я подчеркну из этой книги. И вчера одна из цитат в этой книге нашла меня. Я использую это выражение «нашла меня», потому что я намеренно не выбирал ее для сегодняшней лекции. Я прочитал ее вчера в книге, которую просматривал, перечитывал для своего духовного брата, и я могу с уверенностью сказать, что она нашла меня, потому что она настолько идеальным образом подходила к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Я нашел эту цитату, и также снова, опять же, таким же образом, нечаянно, совершенно не планируя этого, я также просматривал материал, который мне прислали. Это были транскрипции лекций, которые я прочитал в прошлом году. Это нужно для новой книги, которая будет скоро наопубликована. И на основе этих лекций я сделал подборку цитат Шилы Бактисиданта Сарасвати Такура. Я даже не могу назвать их цитатами, они больше похожи на сутры. Это очень короткие сутры о воспевании. И читая книгу моего духовного брата, я также параллельно просматривал транскрипции этих лекций. И вот так уж произошло, что вот когда я просматривал эти лекции, прочитывал их, там были опять же эти сутры, и я опять же почувствовал, что они нашли меня. Они нашли меня, потому что и Шилы Бактисиданта Сарасвати Такур, хотели, чтобы я увидел их за день до того, как я прочитаю лекцию о ведении Киртана и об избежании невнимательности во время воспевания, особенности в отношении тех, кто ведет Киртан. И я хотел начать с цитаты, которые я прочитал вчера в книге моего духовного брата. Я прочитаю ее, поговорю на ее основе немного. И я бы хотел прочитать пару сутр Шилы Бактисиданта Сарасвати Такура, потому что они очень близко, взаимосвязаны по смыслу. Я назвал эту цитату «Ты просто слушай». Это цитата Шилы Прабхупады из лекции, которую он прочитал в 68-м году. Его спросили, один преданный спросил, «Извините, мне нужно немного выпить воды». Помню, когда я был с Вишнаджаном, Исламом, на Харинаме, в 73-м году, он использовал пример в своей проповеди тем, кто собрался на Харинаме. Он часто приводил этот пример. Он сказал, что «Если я хочу пить, я повторяю вода, 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 мне это ничем не поможет». Но если мы повторяем «Кришна, Кришна, Кришна», поскольку Кришна лично присутствует в Своем имени, сразу же мы чувствуем то, что Кришна и Его имени не отличны. Но я не могу повторять сейчас «Вода, вода, вода». Вам придется простить меня. Мне придется немного выпить, потому что я чувствую жажду. Это был один из его любимых примеров, которые использованы на Харинаме. И поверьте мне, я научился столькому о ведении киртана и о том, как петь в киртане, просто будучи в его присутствии. Он научил меня своим примером, не дав мне ни единого наставления при этом. Он научил меня тому, как вести киртаны в правильном сознании. И это заразно. Это было заразно. Это был опыт, который я так и не смог забыть, несмотря на то, что уже прошло почти 50 лет. Это цитата Шилы Прабхупады 1968 года под названием «Просто слушай». Преданный задает вопрос, и затем следующий преданный повторяет тот же самый вопрос, потому что Шилы Прабхупады его не услышали. Вопрос такой, о чем нужно думать во время воспевания? И затем преданный спрашивает Шилы Прабхупаду, о чем вы думаете во время воспевания? Прабхупада. Воспевание? Просто слушай. Когда ты говоришь «Харе Кришна», просто старайся слушать сам звук «Харе Кришна». «Харе Кришна». И все. Ничего больше. Это медитация. Твой язык и твое ухо должны быть задействованы в том, чтобы производить эту трансцендентную вибрацию. Харе Кришна. Лучшая медитация. Об этом также говорится в Бхагавадгите. Лучшая медитация. Ни о чем другом думать не нужно. Просто сосредоточь свой ум на воспевании «Харе Кришна» и слушай. И это взаимообмен двух сторон. Когда я воспевал, вы слушали. Когда вы воспеваете, я слушаю. Это взаимообмен. Я слушаю ваше воспевание. Вы слушаете мое. Такой процесс. Поэтому нет никакого возможности думать о чем-либо еще. Это самый лучший и самый простой метод медитации. Полностью. На самом деле вы сразу становитесь на трансцендентный уровень. Поэтому мы чувствуем, что мы хотим танцевать. Понимаешь? Паупад, сейчас ты это говорил. Понимаешь? Поэтому практикуй это. И ты увидишь, как ты духовно развиваешься. кто-то из преданных может прочитать это и подумать. Это 68-й год. Уж точно Шелопаупада не имел в виду, чтобы это было стандартом на века вечную лучшую медитацию. есть столько других вещей, которые преданно должен услышать и уже, наверное, слышал в течение многих лет, которые могут помочь ему быть более осознанным в более глубокой медитации, чем которую сейчас описывал Шелопаупада как лучшую медитацию. Может быть, Шелопаупада говорил это, потому что понимал сознание своей аудитории, поэтому назвал это лучшей медитацией, потому что не хотел, чтобы никто переходил к более глубокой медитации, не будучи для этого зрелыми. Хорошо. Вредны могут подумать так, но вчера сутра, которую я прочитал по Шиле Бхактии Сиданто с Расвади Такура. Опять же, я не искал ее. Она нашла меня. Пожалуйста, помните, я специально не готовился и не искал цитаты. Они нашли меня вчера. Как бы ты ни был, Шиле Бхакти Сиданто с Расвади Такура нашел меня вчера в форме этих цитат. Когда я прочитал ее, я подумал, интересно, если кто-то подумает так о цитате, которую мы только что прочитали о Шиле Бхалпаде, очень интересно, что они скажут, когда услышат эту сутру, эту цитату Шиле Бхакти Сиданто с Расвади Такура Гуру Махаража Шиле Бхалпаде. Так или иначе, позвольте мне ее прочитать. мы должны молиться святому имени таким образом, чтобы святое имя одарило нас своей милостью. Это не дело тех, кто переполнен анардхами, памятовать Аштакалию Лилу. Когда мы научимся слышать во время воспевания, способность помнить придет автоматически сама собой. Тогда памятование Аштакалии Лилы станет возможным. нет никакой нужды искусственным образом пытаться достичь этого. И затем, интересно, на той же странице, где я читал эти цитаты, эту цитату, была еще одна сутра покороче. Без милости святого имени мы не можем ощутить игры Господа. Попытки помнить о Господе вне воспевания, вне процесса воспевания, не что иное, как попытка достичь материальной славы. Конечно же, эта сутра адресована тем, кто просто пытается заниматься Лилосмариной. Во многих местах Шила Бхакти-Сиданцарас Вадди-Такур, я не прочитал их вчера, но я могу вас заверить, что читал их во многих других местах. Он очень категоричен об этом, и Шастра категорична, что все это проявится благодаря воспеванию святого имени Господа. Все это памятование проявится само собой. Воспевание является главным видов преданных служений Шравами, Киртанам, Вишнусмаранам. Это наставление, которое Махапрабху дал Санатане Госвами, и Санатане Госвами удивительным образом проиллюстрировал и объяснил все эти наставления в прихад Бхагаватамрите. Есть еще одна сутра, которую я прочту. Это сутра также с той же самой страницы, которую я читал вчера. Шилу Бхактисиданта Сарасвати Тапур говорит, воспевание Киртана рук людей это не то же самое, что по-настоящему повторять и воспевать Святое Имя Господа. Киртан рук людей это оскорбление Святого Имени, потому что он не направлен на наслаждение чувств Кришны. Мы не поклоняемся Господу материальным звуком. Очень интересное словосочетание. Это уникальное прилагательное, которое используется в этом случае. Что такое Киртан рук людей? Конечно, Шилу Бхупада часто цитировал стих Холокера Примадана Харинама Сан Киртана, что Святое Имя не сделано руками человека, оно приходит, нисходит из Духовного мира. И мы, получив Святое Имя в подцепи ученической преемственности, слыша это Святое Имя должным образом по парампоре и повторяя его, мы всего лишь пытаемся стать квалифицированными импортерами Святого Имени из Духовного мира. Мы не считаем себя источником блаженства и источником вдохновения. Мы можем стать источником вдохновения, но человек, который ведет Киртан, никогда не считает себя источником вдохновения, что он является этим источником вдохновения благодаря своей квалификации. Он думает, что если я и могу кому-то вдохновить, то это благодаря силе моей молитвы. Отчаянно молясь, я пытаюсь удовлетворить чувство Кришны. И если он того захочет, он снизойдет и вдохновит других. А кто я такой? Я просто всего лишь слуга Шри-Нама Прабху. И человек, который ведет Киртан, должен думать именно так. Это то, как научить других тому же. Он не просто ведет Киртан, он не развлекает свою аудиторию, как мы это уже объяснили. Но он учит других, как быть слугой Святого Ими. И о чем думает слуга Шри-Нама Прабху? Шила Бактисиданта Сарасвати Такура объясняет это здесь. Воспевание направлено на наслаждение чувств Кришны. И если оно не направлено на наслаждение чувств Кришны прежде всего и главным образом, то тогда Шила Бактиси Сарасвати Такура называет этом Киртаном рук человека. И он говорит, что это оскорбление Святого Имени, потому что оно не направлено на такое воспевание на удовлетворение чувств Кришны. И мы не можем поклоняться Господу, мы не можем удовлетворить Господа материальным звуком. Он привлекается, как мы знаем, лишь преданностью. Это то, что вдохновляет Его прийти и также то, что вдохновляет Его обратить внимание на нас. Я часто цитирую стих прохлада Махараджа в этой связи, который приходит мне сейчас на ум, где он говорит со своими друзьями. Он говорит, «О, мои друзья, о, сыновья демонов», он был с ними хорошо знаком, «Вы не можете удовлетворить верховную личность Бога, став совершенными браэмами и не можете удовлетворить Его, развив безупречные манеры или обретя обширные познания, ничто из этого не удовлетворит Господа ни аскезами, ни выполнением обетов, ни целомудрием, ни великими жертвоприношениями. Ничто это не принесет Кришне наслаждение. Господь удовлетворен только, когда у человека есть чистая, непоколебимая преданность Ему. И без такого искреннего предного служения и все остальное просто шоу. Интересно. Помню, когда я в первый раз прочитал этот стих, я начал думать, что значит шоу. И прохлад очень ясно объясняет, что если вы хотите привлечь внимание Господа, то вам нужно думать о Нем наслаждении. А если вы не думаете о Нем наслаждении, то вам придется думать о чем-то другом наслаждении, наслаждении кого-то другого. И поэтому это будет просто шоу. Почему это будет шоу? Потому что Господь не смотрит. Это просто показуха. вы не можете привлечь его внимание просто своей показухой. Если хотите привлечь его внимание, то думайте о его наслаждении, об его удовольствии. Это очень хороший способ избежать невнимательности во время воспевания. Кашила Крупада говорит, это лучшая медитация. Лучшая медитация. Слушайте. Слушайте, когда я воспеваю. Конечно, когда вы слушаете воспевание Шилу Крупады, невозможно найти лучшую медитацию. Это вот вам Галакера Примадана, Харинама Санкертана, вот вам Кришна, полностью проявленный в своем имени. Вот вам все на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому я так часто пытаюсь вдохновить преданных слушать Киртана и Шилу Крупады. Вот вам все, там все включено. И затем Шилу Крупада говорит, слушайте, и затем вы воспеваете, и потом я слушаю. Шилу Крупада очень наслаждался слушанием воспевания своих учеников. Я только недавно закончил несколько дней назад Радхадамадар велас, и там говорится о том, как Шилу Крупада очень сильно любил слушать воспевание Вишнуджана Свами, как оно сильно его удовлетворяло, какое наслаждение ему переносило слушание его воспевания, и как он проталкивал его больше воспевать. Шилу Крупада научил его, и Вишнуджана Свами научился от него тому, как воспевать в правильном настроении, правильном сознании, и в его присутствии он чувствовал присутствие Кришны в Святом имени, правильное сознание. Когда человек находится в правильном сознании, он учит других. Это не показуха. Вы не пытаетесь привлечь ничего внимания, кроме Кришны. Как Шила Бхакти Сидан в Сарасвати такой говорит, правильное настроение – это думать о том, как насладить чувство Кришны. Это очень хорошая медитация. Это способ избежать невнимательности. Если преданный будет настраивать себя на то, чтобы мыслить таким образом, если он будет понимать всю ответственность. Я должен признаться, когда мой духовный брат бросил мне на колени Мридангу и сказал, что вывезти на улицу Харинаму, я тогда еще не до конца понимал. До меня еще тогда не дошло сразу. И я даже не могу сказать, когда до меня дошло. Наверное, до сих пор так и не дошло, несмотря на то, что уже прошло 50 лет. Но вообще это большая ответственность, которая ожидается от Киртани, когда я попросу провести Киртан. Дело не в том, что у меня такой красивый голос. Нет, это не критерий. Это не определяющий критерий. И Шила Павпада подтверждал это много раз, когда какой-то преданный подходил к микрофону, преданный, которого превозносили как великого Киртани. И Шила Павпада посылал кого-то вниз, чтобы его заменили на кого-то другого, у кого был очень скрипучий голос, чтобы он был Киртан. Это совершенный пример этих уроков. Шила Павпада создал прецедент. Он создал прецедент своим собственным примером, и он учил этому уроку. Привлекательна не форма, а суть. у нас может быть очень привлекательная форма, все может быть удивительным образом скоординированно, удивительная композиция, так очаровывающе, и мы так хорошо обучены. И не воспримите мои слова неправильно. Я не говорю, что мы не должны учиться этому. Но я говорю, что прежде всего должна быть суть, а затем форма. Бриха Пагаватамрита — это книга, которой я посвятил целых полтора года. На самом деле это история как раз иллюстрирующая то, что суть должна идти вперед формы. Гопа Кумару дали Гопалмантру. Его духовный учитель сказал ему посвятить себя воспеванию этой мантры. повторение этой мантры вдохновило в нем желание увидеть Мадана Гопала. Ему давали очень много разных служений. Ему доверяли руководство различных храмов. Это форма. Ему доверили руководство в храмах Джаганадхи, также вместо Индры руководить райскими планетами. Мадана Гопалмантру. Когда Брама покинул свой пост, ему дали положение Господа Брамы. У него было очень много позиций, то есть положений. Но поскольку у него была суть прежде всех этих форм, все эти положения и должности потеряли свой блеск, он был привлечен чем-то более глубоким, чем эта должность. История Гопа Кумары как раз таки иллюстрирует, что суть, как суть идет перед формой, вперед формы. это послание, которому учит нас наши ачарьи. Я просто повторяю, это они, те, кто обладают этой сутью, и поскольку они постоянно напоминают нам об этом, это наш долг повторять это и передать то, что они давали нам, то, что они дали нам в форме сути. И после этого все естественным образом последует и будет развиваться. И как я сказал, я никоим образом не хочу сказать, пожалуйста, не принимайте этот вывод, не уходите с этим выводом, не выключайте свой компьютер, делая вывод, что никакой нет разницы, как вести киртон, как играть на мриданге и других инструментах, я никоим образом не хочу создать впечатление, что я сбрасываю со счетов все обучение, которое вы прошли последние несколько недель. Да будьте вы благословлены правильным пониманием того, как играть на мриданге, париатайл, на гармонии, как вести киртон. Да будьте вы благословлены нашими предыдущими ачариями. И используйте все эти навыки в служении им и в служении Господа Чайтани, Господа Ницинанды и нашей Божественной Читы Шишри Рады Кришны, которым мы взываем, которых мы умоляем наслаждать их чувства, когда мы повторяем и взываем к их именам. Это еще одно послание, которое пришло ко мне вчера. И говоря на тему Бриха Бхагаватамрита, раз уж мы затронули Бриха Бхагаватамриту, я бы хотел еще одну тему раскрыть, которая является плодом моих последних изучений и чтения. Это относится к вопросу Гопа Кумары Наради Муни на Вайкунтхе. Это было то место, которое достиг Гопа Кумар благодаря своему чистому воспеванию святого имени Господа. И на Вайкунтхе Нарада Муни предстал перед Гопа Кумарой чтобы помочь ему лучше понять то, что он испытывал на Вайкунтхе. Гопа Кумар был сбит с толку всем тем, что он увидел, различные формы, которые пристали перед ним, различные виды поклонения, форма Господа, который принял его, встретил сознание тех, кто поклонялись ему. Он был наполнен, переполнен трепетом и благоговением, что является естественным состоянием сознания для тех, кто приходит на Вайкунтху, потому что Вайкунтха это место благоговения и трепета. И Нарадамуни, увидев состояние сознания Гопа Кумара и почувствовав сострадание к нему, он решил помочь ему понять все, что он увидел. Он начал описывать различные формы Господа, различные энергии Господа, то, как эти энергии проявляются в своих различных обителях на Вайкунтхе, в материальном мире, на высших планетных системах, как эти различные энергии происходят из Махалакшми, которая является источником всех энергий на Вайкунтхе. Конечно же, она является экспансией Шамати Ратхарани, но они находятся на Вайкунтхе, поэтому говорят о Лаханакшми и Нео Ратхарани. Так он говорил ему о различных аватарах Господа, в том числе, где они проявляются, различные формы, в которых они проявляются. Затем он начал говорить о форме Божества, которые принимают эти аватары, в том числе. Одну из этих форм Гопа Кумара уже встречал в Пуре, это было Божество Джаганадхи. Он также ведет другие формы Божеств в других местах. И когда Гопа Кумара услышал все это, в его сознании возник вопрос. И он почувствовал потребность задать его на Радзумуне. Он хотел понять наиболее полным, почему все эти описания Господа, которые проявляются в форме Сачитананда, в форме Божества, и когда говорится, что каждый, кто служит этой форме, как ты объяснил, может достигнуть наивысшего совершенства. Мы сейчас говорим, конечно, обожестве, но вернемся к теме Святого Имени. Это не отклонение от темы. Если вы внимательно будете слушать, вы поймете, почему я об этом говорю. Это недавнее мое осознание, поэтому я решила поделиться. Боба Кумар был в определенных сомнениях, потому что в ходе своего путешествия он слышал какие-то утверждения, которые казались уничижительными по отношению к тем, кто поклонялся Божествам, создавалось впечатление, что они умоляли их статус и пренебреживительно говорили о них. Они называли их материалистичными бактами. Он слышал все эти описания о тех, кто поклоняется Божествам и хотел понять, пытался понять, как же получается так, что они находятся на более низкой платформе. Если Божество не отличное от Кришны, и если благодаря поклонению Божеству человек может достичь полного совершенства в конце этой жизни, что было по сути его пониманием, которое он услышал, если человек в правильном сознании поклоняется форме Божества, то он достигает этой трансцендентной обители, где Господь проявлен вечно своей трансцендентной формы, потому что Божество неотлично от трансцендентного Господа. Все это объясняется Нарадамуни. У него было сомнение по этому поводу, и он чувствовал потребность задать этот вопрос. Ответ Нарадамуни, если сказать его очень кратко, не буду вдаваться в подробности, он сказал, несомненно, те, кто поклоняется Божеству и видит совершенным образом, что Божество неотлично от Господа, когда они поклоняются Господу в таком сознании, они достигают всего совершенства, которое доступно кому бы то ни было, кто поклоняется Господу в любом из способов. Такой преданный ни в какой мере не менее значимый его служение, ни менее значимый ни в коей мере. И он сказал, что в шастре есть различные утверждения, потому что есть преданные, которые поклоняются Господу и не видят что Господь присутствует непосредственно в Божестве. Они видят, такие люди видят в Божестве не что иное как камень или дерево, и они думают, что Божество это что-то отличное от Господа, и не только они видят это Божество отличное от Господа, но, более того, они не способны уважать вайшнавов, которые поклоняются Божеству Господа в правильном сознании. И, более того, не только они не могут уважать вайшнавов, они не могут уважать даже всех остальных живых существ. Не только они не могут уважать всех живых существ, но также они пренебрегают утверждениями шастер в отношении своего поклонения. Всегда, когда ты видишь стихи в шастре о поклоняющихся Божествам, то эти стихи, которые ты привел, относятся к таким преданным, которые поклоняются в неправильном настроении. Они не говорят о тех, кто поклоняется в правильном настроении. Они говорят о тех, кто поклоняется неправильно. Затем Нарадуни продолжает объяснять, однако те из вас, кто могут почувствовать себя удрученно из-за своей неспособности правильно поспевать в правильном сознании или поклоняться Господу в правильном сознании. Господь очень милостив. Больше милостив, чем мы только можем себе представить. Нарадуни продолжает объяснять Гопу Кумару, что даже те, кто поклоняется Господу в правильном сознании, даже те, кто поклоняется в неправильном сознании, если они будут стабильны в своем поклонении, если они будут стабильно продолжать ее, даже если у них нет пока правильного сознания. Со временем, возможно, не так быстро это произойдет. В стольких различных местах подчеркивается, что это займет какое-то время. Но, тем не менее, тоже совершенство, которое достигает преданное в правильном сознании, достигнуты те, кто поклоняется в неправильном сознании. Если они стабильно будут продолжать свое служение. Хорошо. И как же это связано? Есть замечательная цитата, которую я хотел привести от Шилы Бхактинода Такура, где он говорит о двух формах Господа, которые очень милостивы. И обе эти формы являются способом, поклонение обеим этим формам являются способом достичь совершенства. Это форма Вачи и форма Вачика. Это две формы Господа. Я бы хотел прочитать несколько стихов всего лишь из Гитаволи, которые освещают, раскрывают тему, о которой я хотел упомянуть. Как это связано со святым именем? Ну, если человек со всей верой продолжает служить Божеству, даже если пока не обладает правильным сознанием, то, как говорит Нарабуму, не заверяет, несмотря на то, что это займет какое-то время, то же самое совершенство будет даровано такому преданному, благодаря ему стабильности в практике и нежеланию оставлять эту практику. И точно таким же образом то же самое говорится о тех, кто успевает в Святое Имя Господа. Бахтинод Таккур говорит об этом в Шри Бахтилоке, приводя пример Харидаса Таккура. Харидас Таккур сказал Кази, что ты можешь разрезать мое тело на куски, но я никогда не перестану воспевать Святое Имя Господа. И Бахтинод Таккур говорит, что такого рода решимость необходима тем, кто повторяет Святое Имя Господа. Я буду продолжать воспевать. Воспевание Харе Кришны рекомендуется тем, кто совершает оскорбление, потому что даже если кто-то совершает оскорбление, если он продолжит воспевать постепенно, он избавится от оскорблений. Прочту цитату Шила Бахтинод Таккура. Как мы сказали, это из Тавали. Это намаштака о святом имени, шестая песня. О, Господь, Ты обладаешь двумя трансцендентными формами, которые называются вача, носителем имени и вачака, имя. Вача – это Твоя прекрасная, трансцендентная форма, личностная, полная трансцендентного блаженства, как мы уже объяснили, это арчевикраха. Вачака – это Твои святые имена, такие как Шри Кришна и так далее. Ты приходишь в форме святого имени вибрации, и Ты являешься прибежищем всех душ. Твои бесчисленные проявления можно найти в этих двух формах. Бесчисленные проявления в этих двух формах, как мы уже объяснили, это то, о чем говорит Нарадамуни Гоба Кумару. Сострадая падшим обусловленным душем, Ты даешь им доступ к Твоим трансцендентным играм. Что это за две формы? Я так понял, что Твоя форма вачаки даже более милостива, чем форма вачи. Поэтому я знаю, что Твое святоиме наиболее самое удивительное Веды говорят, что Святое Имя и Господь не отличны, но все же Святое Имя более милостиво, чем Сам Господь. Если человек оскорбляет Кришну лично, но обладает истинной верой в Святое Имя и всей своей душой и сердцем взывает Рам, Кришна, Хари, тогда все его оскорбления нейтрализуются, и он без всякой сложности плывет по полным океанам пронсидентных вкусов. Если человек оскорбляет статую изваяния Господа, но служит Святому Имени, то он избавляется от всех оскорблений. У лотосных стоп Шиларупа Госпами Шилабхативинода молится о привязанности к Святому Имени Господа. Поклонение в правильном сознании Божеству — это видеть, что Божество неотлично от Кришны. Поклонение Святому Имени Господу в правильном сознании — это понимать, что Кришна неотличен от Своего Имени. И всегда, когда мне предоставляется возможность служить Ему, воспевая Его Святые Имени, я должен думать о том, как насладить Его чувства. Это то наставление, которое дается. Я должен думать, как Его чувства будут наслаждаться воспеванием Харе Кришны. Это ради Его удовольствия. Удовольствие от других естественным образом последует за этим, если мы будем думать о Его удовольствии. Простите меня, я не могу вспомнить, где и когда именно. Насколько я помню, это был Майфур, не помню, какой год. Шилл Павпада давал наставление одному бредному. Вы можете найти эту цитату. Я не искал ее, но я помню, как читал ее, поэтому повторю ее. Шилл Павпада сказал, это не наше дело удовлетворять чувства тех, кто приходит на наш хиртан. Это не наш бизнес, это не наше дело удовлетворять их чувства. Он сказал, если мы хотим просто удовлетворить их чувства, то почему бы нам тогда не выйти на улицу и не воспевать Харинаму голыми? Им бы это понравилось. Шилл Павпада объяснял этими словами, что наше служение в воспевании Святого Имени Господа не состоит в том, чтобы удовлетворять чувства аудитории. Оно состоит в том, чтобы удовлетворять чувства Кришны и также чувства тех, кто дал нам приказ повторять эти имена. И если мы поклоняемся им и служим им в таком сознании, других это тоже окажет огромное влияние. Возможно, на них это оказывает негативное влияние. Вы можете встретить людей, особенно на Харинаме, которые будут кидаться в вас чем-то. Иногда преданные спрашивали меня, когда мы выходили на Харинаму регулярно. Говорится, что нужно избегать проповедовать неверующим, и как мы можем узнать, кто неверующий, когда мы на Харинаме? Я говорил им, ну, просто начните повторять Святого Имя в смиренном состоянии и терпеливее дерева, избегая, не желая никакого почтения себе и готов показать всякое почтение другим. Повторяя так, Святое Имя, вы увидите людей, которые полностью настроены негативно к Святому Имени. Они покажут свое лицо, ну, как вы узнаете, пока вы не заговорите с ними. Но как только вы увидите их, как только они проявят себя, свою натуру, то вы можете понять, все, больше не надо с ним говорить. И Шиллопрубада говорил в таких случаях, хорошо, дайте им просад. Это было следующее наставление Шиллопрубада в таких случаях, дайте им просаду. Он поняла, не надо кормить ядовитую змею молоком. Она просто от этого станет еще более ядовитой. Наше дело это думать таким образом. Я бы хотел прочитать и закончить на этом. Я закончу на этом. Я не собирался. Я закончу на этом на цитате Шилла Бакти Сидданта Сарасвати, который проявился вчера для меня. Я хотел прочитать эту цитату снова. И, опять же, он проявился потому что по причине, эта цитата проявилась по причине того, что она очень сильно взаимосвязана с сегодняшней темой. И он говорит мне. Прошу прощения, мое устройство не сотрудничает со мной. Воспевая святые имена Кришны под руководством Духовного Учителя мы очень быстро достигаем величайшей удачи. Если материальные мысли возникают в нашем уме во время воспевания, не теряйте интерес и не замедляйте свое повторение. Такие бесполезные мысли постепенно будут разрушены самим воспеванием. Не торопитесь достичь цели. Невозможно достичь результата в самом начале. Если мы разовьем любовь и преданность к святым именам Кришны, потребность думать о материальном уменьшится. Как можем мы надеяться победить материальные мысли без того, чтобы обрести горячее желание воспевать? Если мы будем повторять умом, телом и речью, то Шри нам Прабу проявит для нас свое в высшей степени благотворную благоприятную форму. Спасибо большое. Здесь я остановлюсь и я благодарю вас за возможность поделиться с вами этими несколькими цитатами наших предыдущих ачарях. Особенно сладкой была цитата Шри Прабхупада. Просто слушай. Просто слушай. Я воспеваю. Ты слушаешь. Ты воспеваешь. Я слушаю лучшая медитация. Лучшая медитация. Спасибо вам большое. Харикришна. Вся слава Шри Прабхупада. Ча. Чао. Чао. Чао.